Здравствуйте, проходите. Асселя, как вы познакомились, расскажите. В соцсетях, ВКонтакте. Это еще давно. Мы как-то познакомились, потом перестали общаться. И вот он обратно начал мне писать в Инстаграм. Сказал, вот женюсь. И все, в принципе, я была против, не хотела еще замуж. Мы знакомы 10 класса, она с другой школы вообще. Я с другой школы, я в Караганде учился тогда. Ну, она, да, конечно, как любая девушка цену себе знает. Мне тоже не секрет. Хотела, наверное, так. Чтобы... Поухаживал там за ней. Нет, нет, перехад, давай. Ассель. Давай, беля, беля, беля. Ага, потом. Ну, вообще. Наша, пожалуйста, называется бешкармак. Посмотрите, получается, здесь мясо конидует. Ну, разная общая добавляется, только как пожелание. Она готовилась с утра. Получается, хлеб из пенпана с утра. Раньше как в крепке нашей деревни, когда жили, тогда же возможности не было, чтобы хлеб каждый раз покупать. А вот это, получается, баушсаки называется. Казахское блюдо тоже рациональное. Не блюдо, а вот как рыбочка типа. Она, получается, как это... Фончики ваши ежевые идут, но она не сладкая, как бы, тесто просто идет. Асселя, когда двое детей и постоянно они с вами, да, только по вечерам у супруга, наверное, вот эти выходные позволяют вам, ну, хоть собой, да, немножко заняться, да? Как любая девочка, женщина, вы любите там хорошо выглядеть. Папа! Он играет, муж в этом вопросе, отпускает вас там в салоны какие-то? Да, конечно. Обычно, когда у него выходные, они же за неделю расписание скидывают. Я уже готовлю, записываю заранее и хожу. В принципе, когда он вечером приходит, получается, я вот внизу хожу на фитнес. В принципе, он с детьми сидит нормально. С сыном он может вообще 24 на 7 сутки, да. С сыном в России ввозил, да? Да, 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 вот как раз он сегодня увидел, как он плавает сейчас. Знаешь, что очень впечатляет? Как люди, которые живут в Казахстане, реагируют на твои достижения и на твои голы, да, здесь, в БАТЭ. По Слуцку не следил, но в БАТЭ. Даже мне в личку писали на казахском. Они тобой очень гордятся, то есть вот это единение людей, да, казахов, они по-хорошему впечатляют. Ну, это казахский народ такой, знаете, вот типа, когда кто-то вот достижение, что-то, они очень поддерживают друг друга. Дружелюбный народ, как бы, не только своих казахов, всех как бы поддерживает. Даже просто под постом там, например, сейчас наши игроки за границей играют, они очень поддерживают. В этом плане им большой респект. Спасибо им большое, Рахмет. Футбол смотрит он? Знаешь, что папа футболист? В последней игре со Славик, когда в Мозыре играли, он орал, да, я видел видео. Так, жена скидывала мне, как он орет, папа, гол, папа, гол, давай. Аселя, вы тоже, я так подозреваю, нервничали, да? В особенности тогда, когда с вашего мужа штаны с шорты снимали. Да-да-да, я прям удивилась, я говорю, подними. Он как будто, знаете, как не заметил, идет дальше. Я говорю, подними штаны. Шорты. А потом этот, его друг мне пишет, хорошо, что ему трусу не сняли, а то он дальше идет. А тебя расстраивает, что ты выходишь не в старте, а выходишь на замену? Либо ты понимаешь тренеров, что если работает так, то лучше ничего не менять. Мы друг с другом, честно, общаемся с тренерским штабом. Ну, как бы, я не считаю, чтобы я, типа, не заслуживал стартового состава. Это наше единое, как бы, ну, в тактическом плане, можно сказать, ну, такое, типа, подготовка к игре. Я должен был в основе играть, вот, в последней игре, ну, я сказал, можно я попробую, типа, так же заменой выйти, принести пользу команде. Типа, у меня так в последней игре хорошо получилось, я чувствую, что сегодня так же. Он говорит, хорошо, я тебя услышал, типа, ну, ничего такого у меня не подходило, не спрашивал, типа, ты... Он просто сказал, что готовься играть в буш, я попросился, чтобы так было. Ну, мы друг друга поняли. Мясо все вытаскивается, то, что там, ну, пожелание, вот, овощи, как я изначально говорил. Кто-то вообще их не ложит. Мой любим, например, картошку, там, морковь, что бы было. И закидывают в тесто, получается. Там говядина, баранина, конина? Да. Здесь, да, микс. Канина, колбаска. Хаза называется на казахском. Казы. Казы, да. Хы, да. Как у вас, кэ, но у вас запятой есть, получается. Каза называется. Я так понимаю, что вы ее привезли из Казахстана. Да, мы с собой. Да, да, да. Килограммов 7, да, наверное, привезли, 8, да? Так как вы первый раз пробуете, можно вообще, в принципе, ложится, типа, мясо вот так целиком, знаете. А вам, чтобы удобнее было покушать, попробовать вкус мяса, ну, попробуем так, кусочками сделать. Анастасия, а в чем, на ваш взгляд, секрет счастливой семьи или жизни? Любовь, понимание, поддержка друг друга. Мне кажется, без поддержки ничего не будет. Главное, чтобы верить. У меня муж, он везде меня поддерживает. Что бы я сегодня не придумала, я мамочка в декрете, я каждый день что-то открываю. У меня каждый день какой-то бизнес, обучение, курсы. Смысленно. И он меня всегда поддерживает, говорит, да, давай, давай. Вот, поэтому я благодарна ему за это. Она права, как бы везде, я думаю, должна быть взаимопонимание, в первую очередь, когда особенно любить, поддержка друг друга, и все будет хорошо. Какими добрыми словами вы называете супруга? Ну, там у нас там зайчик, котик. А как на казахском это звучит? Ну, в основном, типа, говорю Жан. Это, ну, типа, душа.